МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Было страшно. Угроза в моей жизни была". Пришлось бежать, но больного не бросили. Вооружённое нападение на врачей всколыхнуло Кубань. Расскажем подробности происшествия. Вместе мы с вами находим проблемы и вместе же их решаем. Собрали замечания и предложения от благоустройства и ремонта дорог до помощи многодетным семьям. Острые проблемы региона оказались в одной папке. Надеюсь, что увидим и такой интересный формат, как дебаты и дискуссии. Говорят, все телеканалы и радиостанции страны, кандидаты на главный российский пост начали массово рассказывать о своих планах. Две недели через горы и хребты легендарная пехота сложила крылья, чтобы показать свою мощь российским городам. Не ловил, я просто хожу. Полмиллиона штрафа за досуг на берегу бежать никто даже не думает. Ветводный патруль на Кубани спрятался от браконьеров за удочками. Заскучали на лугах и решили проникнуться китайской культурой. В Сочи стадо объявило бойкот дояркам. Устроила сеанс одновременной игры. Об этом и не только расскажем в ближайший час. Вы смотрите «Вечерние факты». Здравствуйте. И начнем с истории, которая взбудоражила всю Кубань. Атаке пьяного агрессора вновь подверглись люди в белых халатах. Кубанские следователи проводят проверку по факту нападения на бригаду скорой помощи в Сочи. Дебошир не ограничился бранью и оскорблениями. Мужчина с ножом полез в драку с хрупкой девушкой-фельдшером. Досталось и водителю скорой. Наталья Крещева восстановила хронологию событий. Было страшно. Угроза моей жизни была. События роковой ночи нескоро забудутся и до сих пор наводят ужас. Алина Дарина из фельдшера превратилась в пациента. За два года службы в скорой слышала только благодарность от всех, кому приходила на помощь. С оружием и кулаками на нее набросились впервые. Пнул меня в спину несколько раз. Потом покасательно попал в живот. Я позвала водителя. Водитель выбежал, привлек на себя внимание. Распустил руки один из друзей пострадавшего, которому бригада прибыла на ночной вызов в частном секторе Адлера. Якобы помощь требовалась мужчине, упавшему на металлический пруд. На деле оказалось, что у пострадавшего ножевые ранения груди. Один из его приятелей был особенно агрессивен. Сыпал нецензурными фразами и мешал фельдшеру оказывать помощь истекающему кровью мужчине. Медикам удалось переместить пострадавшего в карету скорой, но уехать дальше не смогли. Буян бросался на машину, успел разбить зеркало и через открытое стекло несколько раз воткнул нож в водителя. Он один раз ударил мне в плечо, пробил, а второй раз он ударил мне в сторону паха, но у меня в кармане лежал телефон. Это я потом заметил, потому что телефон был насквозь пробит. Отбиваясь от налетчика, израненная бригада успела вызвать полицию. Дебошира задержали. У водителя диагностировали колото-резаную рану, у девушки-фельдшера «Перелом копчика». Эти подробности учтут следователи при возбуждении уголовного дела. Сейчас вопрос на рассмотрении. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи, Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Не оставит этот случай без внимания и краевая общественная организация медработников. В любом случае будем защищать. Сейчас наши юристы знакомятся с делом. Мы будем брать на себя защиту пострадавших медицинских работников. Юристы говорят, закон однозначно на стороне медиков. И правозащитники надеются на самое строгое наказание для дебоширов. Вплоть до лишения свободы. Именно врачи скорой помощи стали самыми незащищенными в последнее время. Только в прошлом году от кубанских медиков поступило как минимум 10 обращений о насилии. Например, в Новороссийске в марте пьяный мужчина избил медсестру. В горячем ключе, прямо в ЦРБ, нетрезвый пациент набросился с кулаками на хирургов. По решению суда Дебошир заплатил пострадавшим по 30 тысяч рублей морального ущерба. Ещё столько же – польза государства. Ещё один громкий инцидент, о котором говорила вся страна, произошёл в Геленджике в 2014 году, когда владелец дорогой иномарки полез в драку с водителем кареты скорой за то, что тот перегородил проезд. Подобное часто происходит и в других регионах. По России счёт нападениям идёт на сотни. Отдельной статьи в Уголовном кодексе за причинение вреда врачам не предусмотрено. Всё остается на уровне разговоров. А пострадавшая сочинка Алина Дарина будет восстанавливаться на больничном три недели. Но, несмотря ни на что, говорить профессию свою не бросит и будет по-прежнему помогать людям. Наталья Хрещева, Анастасия Дешина и Денис Горбунов. Кубань-24, Сочи, Краснодар. К другим темам выпуска – благоустройство кубанских городов и создание в некомфортной среде. Вениамин Кадратьев сегодня обсудил с общественниками. Глава региона встретился с представителями Общероссийского народного фронта. С активистами УНФ губернатор общается регулярно. Благодаря совместной работе удалось достичь немалых результатов. Более полутысячи многодетных семей получили земельные участки, к которым в ближайшее время подведут электросети. Разрабатывается документация по реконструкции ейского водопровода. Почти в 30 муниципалитетах займутся освещением дорог. Также общественники активно участвуют в реализации приоритетного проекта о формировании комфортной городской среды. Для решения многих вопросов активисты УНФ постоянно взаимодействуют с чиновниками разных уровней. Нету для Народного фронта, для вас, представителей Народного фронта, членов Народного фронта, закрытых кабинетов чиновников и закрытых документов. Поэтому вместе, почему я исхожу из этого формата, вместе, мы с вами находим проблемы и вместе же их решаем. Многие раньше говорили, сегодня не говорят, что Народный фронт – это проект. Я считаю, это не проект. Никаким проектом он сегодня не является. И то, что сегодня они делают, это сегодня нужно. Нужно обществу. На Кубани общественная организация работает уже пять лет. Она объединила уже порядка десяти тысяч человек. За это время, по словам Вениамина Кондратьева, краевое отделение УНФ зарекомендовало себя как объективная и, что важно, действенная организация. Мне очень важен этот прямой диалог с вами, прямой контакт. Вне тех чиновничьих, традиционных, можно сказать, докладов. Для того, чтобы я четко понимал вашими глазами, что происходит на Кубани. Какие тут процессы. Насколько они сегодня успешны. Насколько они сегодня ощутимы с точки зрения восприятия человеком, жителям края. Что вокруг него происходит или не происходит. Я еще раз подчеркиваю, для меня принципиально, чтобы происходило, но в лучшую сторону. Сегодня в регионе достаточно средств, чтобы мы могли решать, системно решать многие проблемы. Ну, конечно, на одномоментное решение проблем, всех проблем, которые накапились, конечно, сходу денег нет. И вопрос опять возникает тех же приоритетов. И вот здесь я согласен вместе с вами расставлять приоритеты по расходованию финансовых средств из бюджета. Мы уже несколько раз с вами встречаемся на регулярной основе с вашими заместителями, с вашими министрами. И поверьте, что наши общественники научились к этому, пристроились к этому формату, не боятся задавать вопросы, а ваши подчиненные не боятся на них отвечать. И на вазе нашего регионального деления, в нашем штабе мы с регулярной основой проводим дискуссии, ставим вопросы на очень злободневные темы. И, в принципе, мы настроили такую работу, что вопросы, которые мы готовы за период, за 2017 год, скумулировать и предоставить вам. Мы их поместили вот в такую папку. Папку с актуальными замечаниями и предложениями сопредседатель регионального штаба ОНФ передал Вениамину Кондратьеву. Глава региона, в свою очередь, пообещал, что после изучения всех вопросов еще раз встретится с представителями общественного движения. О важности Российского инвестиционного форума для субъектов федерации и о том, как Краснодарский край оказался в пятерке лучших регионов по экономическому росту, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в интервью одному из федеральных каналов на площадках Сочинского форума. Глава края также отметил, что смена времени года и новый формат пошли только на пользу. Российский инвестиционный форум открывает деловой год в стране и дает возможность федеральным чиновникам погрузиться в проблемы регионов. Первый форум в стране, он начинает все форумы, которые будут последующие. Мы первые. И поэтому сегодня для нас это принципиально важно, что мы первыми узнаем различные позиции правительства, новые позиции министров, то есть, взгляд на развитие экономики. Это площадка, форум, где можно просто министра подергать за рука, поверьте, губернатору. Это очень важно. И в том числе с коллегами обменяться определенными... В хорошем смысле. В хорошем смысле слова. И обратить внимание, в том числе на определенные где-то проблемы или, допустим, то, что мы хотим сделать. Такая площадка. Конечно, коллеги. Она нужна сегодня. Она нужна сегодня и бизнесу, она нужна сегодня и губернаторам. Она нужна регионам. Вениамин Кондратьев также отметил, что с каждым годом форум набирает обороты. В этом году его посетили практически все руководители российских регионов. Повысился интерес и бизнеса. По мнению главы Краснодарского края, это связано с тем, что импортозамещение диктует вектор экономического развития и власти, и бизнеса. Продолжаем тему форума. 212 соглашений на общую сумму 242 миллиарда рублей. Таков инвестиционный портфель Кубани по итогам Конгресса в Сочи. Деловой интерес вовлечет реальные изменения. На Кубани откроется новая сеть магазинов у дома. Это франшиза Metro Cash & Carry. Такое соглашение подписали на российском инвестиционном форуме в Сочи. Заместитель губернатора Василий Швец встретился с представителями мирового бренда и банка «Центринвест». Там согласились кредитовать предпринимателей на открытии торговой точки. В ближайший год в регионе появится 100 магазинов. В среднем открытие магазина обойдется предпринимателю в 3 миллиона рублей. Соглашение позволит нам для наших сельхозтоваропроизводителей создать условия, когда они смогут реализовывать произведенную нашими производителями продукцию здесь, на территории края, в цивилизованных условиях, на понятных экономических условиях. И, конечно же, с выведом для себя. Для нас это действительно очень важно, потому что мы однозначно имеем для себя цель в ближайшие 10 лет увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВРП до более чем 50%. Кроме того, Василий Швец подписал соглашение с представителем компании «Мегафон». Сотовый оператор планирует внедрять новые стандарты связи в самых отдаленных городах Кубани. Будут укреплять и научно-технический потенциал региона. Это предполагает соглашение администрации края с организацией развития кластеров и технопарков. А также улучшать государственно-частные партнерства в социальной сфере. Российский инвестфорум станет главной темой обсуждения в студии программы «Через край». Она начнется сразу после выпуска «Факта». В гости студии ведущие экономисты, представители краевой и районной власти, бизнесмены. Они расскажут о том, как прошел форум, о флагманских проектах Кубани, о подписанных соглашениях. Свои вопросы можно задать, набрав номер прямого эфира. Сейчас он на ваших экранах. Один из крупных проектов сочинского форума «Город развлечений». Именно таким видят в Геленджике будущее курорта. Идей по организации интересного и комфортного отдыха представили в Сочи. Гостиница высшего уровня, центр для занятия водными видами спорта и большой парк развлечений. Анастасия Дешина подробно изучила инвестиционные предложения. Круглогодичный серф-центр разместится на площади почти в 3 гектара. На его строительство необходимо более полутора миллиардов рублей. Искать инвесторов власти курорта приехали в Сочи. Всего Геленджик во время экономического форума представил 5 проектов. Все они касались курортной сферы. По словам главы Виктора Хрестина, инвестиционная привлекательность города год от года растет. И во многом благодаря этим вложениям он непрерывно преображается. Понимая ту протяженность набережной, которая есть, и то количество отдыхающих, которые есть, привезли ряд наших гостиничных комплексов, которые необходимо построить. И, конечно, это уровень отелей пяти звезд. Сегодня турист уже требует, особенно в летний период времени, побольше хороших, нормальных условий. Курортный комплекс повышенного комфорта вырастет на тонком мысу. Кроме того, гости Геленджика смогут покататься на канатной дороге. Это будет уже второй подобный аттракцион в городе. Он поднимет туристов на Маркотский хребет прямо с набережной. А для тех, кто хочет повеселиться, не покидая центра своей двери, откроет новый парк развлечений. Тематический парк развлечений на месте бывшего парка развлечений в центре города Геленджика. Мы ищем соинвесторов на этот проект. Считаем, для нашего курорта он будет иметь очень большое значение для того, чтобы разнообразить досуг наших и жителей, и отдыхающих. Реализация планов начнется уже в этом году. По опыту участия в форумах прошлых лет преобразование в городе не заставит себя долго ждать. На территории Геленджика уже воплощены в жизнь несколько проектов, соглашения о которых были подписаны на больших деловых саммитах в Сочи. Анастасия Дешина и Денис Акулов. Кубань-24. Сочи. Новые проекты помогут привлечь на Кубань еще больше отдыхающих. Впрочем, и сейчас жаловаться не на что. Краснодарский край вновь возглавил рейтинг самых туристических регионов России по итогам 2017-го. Список составили аналитики агентства Турстат. В прошлом году наш регион принял почти 16 миллионов гостей. На второй строчке Московская область. Третье место досталось Крыму. Там побывали чуть меньше 5,5 миллионов путешественников. В десятку лидеров также попали Приморье и Владимирская область. А замыкает топ Свердловская область. Отмечиваем, Москву и Санкт-Петербург в рейтинг не включили. Ну а теперь к теме предстоящих выборов. Участники гонки за голосами избирателей сегодня начали использовать бесплатное эфирное время на телеканалах. По законодательству региональные площадки должны предоставить не менее получаса в сетке вещаний каждому кандидату. Старт активной агитации в СМИ Центр избирком дал в минувшую субботу. В роликах кандидаты не имеют права критиковать своих оппонентов. Приглашаем наших избирателей внимательно следить за этими событиями. График выходов в эфир опубликован в средствах массовой информации. Его можно найти на нашем сайте. Конечно же распределено и в совместные мероприятия, которые в простонародье называются дебаты. Надеюсь, что кандидаты и доверенные лица примут самое активное участие в этом мероприятии. Завершится агитационный период в ночь на 17 марта. В субботу перед голосованием наступит день тишины. А пока на избирательных участках активно готовятся, там устанавливают камеры видеонаблюдения, сотрудники избирком адресно разносят приглашения на выборы и проводят семинары по процедуре голосования. Среди вопросов, в том числе как найти свой избирательный участок, самый простой способ выяснится через интернет. На сайте ЦИК его адрес сейчас на экране. Есть специальный раздел. Информацию можно искать по номеру участка или по своей прописке, вплоть до квартиры. Уже сейчас в регионе работает горячая линия. Операторы принимают жалобы и замечания на ход предвыборной кампании. 18 марта на Кубани откроется около 3000 участков, но проголосовать на выборах можно будет в любом уголке России, независимо от прописки. Подумать и заявить об этом нужно заранее и не позже 12 марта. Сейчас достаточно обратиться на сайт госуслуг в МФЦ или территориальную избирательную комиссию. А с 25 февраля и в любую участковую. И сообщить, в каком нацеленном пункте вы хотите исполнить гражданский долг. Специалисты выдадут отрывной талон, на нем укажет номер участка, где можно проголосовать. Выбирать президента не по месту прописки уже решили более 12 тысяч жителей края. Движемся далее. Крылатая пехота финишировала сегодня в Рязани. Десантники из Новороссийска на день раньше срока добрались до столицы ВДВ. Там с хлебом и солью встретили 10 команд военнослужащих из разных уголков страны. Все они участники лыжного марш-броска, посвященного вековому юбилею Красной Армии и столетию Рязанского высшего военно-десантного училища. Поход уже назвали уникальным. Были лыжные переходы, где участвовала одна дивизия или группа военнослужащих. А в данном лыжном переходе участвуют все воздушно-десантные войска. Как я говорил, 300 спартанцев. Поэтому лыжный переход является единственным на сегодняшний день таким массовым переходом в воздушно-десантных войсках. Надеемся, это будет не последним. Самым сложным был переход голубых беретов из Новороссийска. Они преодолели почти 1400 километров. Часть огромной дистанции из-за отсутствия снега проделали бегом, а не на лыжах, как остальные группы. По пути бойцы делали остановки в Тимошевске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Воронеже, Липецке. В каждом городе возлагали цветы к воинским мемориалам и устраивали показательные выступления. Все это армейцы запечатлели на камеру специально для нашего телеканала. А завтра в Новороссийске десантники вместе с коллегами из других городов дадут большой концерт. Домой на Кубань бойцы отправятся уже с самолетов. Молодых офицеров Кубани сегодня чествовали в Загнодательном собрании края. Каждый гость этого праздника успел отличиться на своем посту. Такие торжественные приемы накануне Дня защитника Отечества проводят вот уже больше 10 лет подряд. По словам председателя Краевого парламента Юрия Бурлачко, это одна из самых приятных традиций. Но в этот раз горькие ноты празднику добавили недавние вести о потерях в Сирии. Боевые задачи там выполняют и выпускники Краснодарского высшего военного авиаучилища. Совсем недавно, 3 февраля, в свой последний бой с боевиками принял выпускник Краснодарского училища, пилот сбитого Су-25, герой России Роман Филиппов. Вечная слава и память героям. Мы гордимся своими героями-летчиками, чтим память погибших при выполнении боевых задач воинов. На встречу пригласили офицеров, чьи подразделения и части, расквартированные в нашем регионе. А боевой щиток у баня весьма крепок. В зале десантники, бойцы спецназа, разведчики, связисты, ракетчики, пограничники, представители военно-морского флота и войск ПВО. Я офицер уже в четвертом поколении. Мой прапрадед в 1783 году прибыл в Севастополь. С этого момента пошла династия военных офицеров, которые стояли на защите морских рубежей России. Я буду надеяться, что мой сын, которому сейчас 4,5 года, тоже продолжит династию офицеров. Каждый офицер получил в подарок каменные часы и напутствие, чтобы стрелки отсчитывали как можно больше мирных мгновений. Кубань, простится с Иваном Лотошевым, журналист и краевед, умер в Краснодаре на 97-м году жизни после продолжительной болезни. Его рукой были созданы десятки томов, брошюр, книг, посвященных краю. Даже на фронте он не расставался с ручкой бумаги. Писал сразу в две краевые газеты. В 1942-м воевал под Новороссийском, а после окончания войны создал уникальный сборник «Летописцы Кубани», где собрал имена более сотни фронтовых коллег-публицистов и писателей. Иван Павлович создал и много лет возглавлял «Союз журналистов Кубани». В Союзе журналистов он себя реализовал как организатор журналистов, которые ведут, особенно эти участники войны, ведут патриотическую воспитательную работу среди молодежи. Здесь он очень много сделал по сохранению памяти о ветеранах. Иван Лоутышев изучил всю Кубань. Из его путевых заметок сложилось множество краевических произведений. Я же от Ейска до Батуми пешком почти прошел. Собирал, я посетил все музеи, санаторий. В общем, собирал материал и кубановедение. Автор первой книги «География Краснодарского края». Так случилось, что это интервью Ивана Лоутышева «Кубань-24» стало последним. Сегодня мы покажем фильм, посвященный жизни и творчеству патриарха кубанской журналистики. Он выйдет в эфир в 23 часа. Соболезвание в связи с уходом Ивана Павловича выразил губернатор Кубани. Кристально честный, мужественный человек, герой-фронтовик, военный корреспондент. С пером в руках он прошел всю войну. А в мирное время обошел каждый уголок нашего края. Благодаря чему вышло множество книг и учебных пособий о Кубани, где в каждой строчке любовь к родной земле. Вениамин Кондратьев отметил, что уход из жизни Ивана Лоутышева – невосполнимая трата для всех. Но светлая память об этом человеке всегда будет жить в его учениках и последователях, книгах и статьях. В эфире «Факты» идем далее. Сотни автомобилистов сегодня днем оказались заблокированы. На выезде из Краснодара движение по улице Ростовское шоссе парализовало массовое ДТП. Столкнулись сразу три легковушки и бетон-мешалка. По предварительным данным, автоледи на «Лексусе» выезжала с улицы Ягодина на магистраль, не убедилась, что ее пропускает, и получила удар сзади от грузовика. Столкновение было такой силы, что иномарка отскочила и задела по очереди две машины. В итоге участники аварии заблокировали три полосы из четырех. На дороге образовался многокилометровый затор. Предположительную виновницу аварии с сотрясением мозга госпитализировали. Остальным участникам ДТП помощь медиков не понадобилась. Убирать легковые автомобили с проезжей части пришлось с помощью эвакуатора. Защитников и освободителей станицы Новомышастовской предали земле. Сегодня в Красноармейском районе захоронили останки 19 бойцов, которых в январе обнаружили поисковики. Было установлено, что захоронение 1943 года. Благодаря материалу наш, вышедшему в эфир фактов на Кубань-24, один из неизвестных солдат обрел имя. Спустя 75 лет родственники узнали историю гибели своего героя. С подробностями Валентина Бешаева. В 12 часов дня в станице Новомышастовской жизнь, кажется, замерла. Все станичники отправились к мемориалу в Центральном парке. В руках алые гвоздики, в глазах слезы, а на душе скорбь и гордость. За каждого неизвестного солдата в этом гробу. В садах, в открытом поле и в кюветах уснули сладко. Именно в этот день, в 1943, советским воинам 9-й горно-стрелковой дивизии удалось освободить станицу от фашистов. Ожесточенный бой развернулся в ночь на 19 февраля. У немецких захватчиков подготовлена артиллерия. У советских солдат пара пулеметов и вера в победу. Бойцы нашей штурмовой группы несли их большие потери. Времени на похороны павших не было. Погибших складывали в воронку от взрыва. Ее спустя 75 лет находят поисковики отряда СДБОР. Эти кадры раскопок съемочная группа фактов снимала в январе. В тот день, благодаря Пантелею Бугаю, удалось найти место захоронения и останки 19 бойцов. Местный житель еще мальчишкой выполнял приказ старшины и предавал погибших земле в этой воронке. Он и указал, где бойцы пролежали долгие годы. Давно так кажется, что если война не кончилась, пока захоронены солдаты все. Вот это чувство исполненного долга. Среди павших солдат оказался родственник семьи Каморных из станицы Петропавловской, Курганинского района. Поданных документов или личных вещей, что именно в этой могиле теперь покоится пулеметчик Моисей Иванович Каморный, нет. Но потомки уверены, их герой здесь. Пришла бумага, без вести пропавший. И все. Куда ни писали, куда ни... Ничего такого. Никто нам ничего не говорил. Мне всего полгодика было. По рассказам матери, что добрый был человек. Хороший. 30 января я включаю телевизор Кубань-24. И я слышу, что раскопки были произведены в станице Новомышастовской. А мы дедушку уже разыскивали. И когда он сказал, что будет перезахоронение, тут, естественно, мы неслись на крыльях. Когда-то дополчанин их деда рассказал, что именно в Новомышастовской провел свой последний бой Моисей Каморный. За эту историю внук героя держался, как за ниточку. Он рассказывал, что, значит, был бой в станице Новомышастовской. Ночной. Немцы стреляли с минометов ожесточенно. Ожесточенно. А им нужно было наступать. Он прокричал, помоги, я ранен. И все. Вот из этого мы знаем, что именно в Новомышастовской Моисей погиб. Историю героя хранят пятеро детей и двадцать правнуков. Большой семьей они приехали из станицы Петропавловской, чтобы проводить последний путь родного человека. Его вместе с однополчанами похоронили с воинскими почестями. Всего при освобождении из станицы в 43-м году погибли больше четырехсот советских солдат. Теперь к ним прибавились еще почти два десятка неизвестных бойцов. Девятнадцать бойцов, которые освобождали станицу в 43-м, сегодня захоронили на мемориале павшим воинам Великой Отечественной. К 9 мая на этом месте появится гранитная плита. К этому времени, надеются поисковики, им удастся восстановить именно каждого, кто отдал свою жизнь за победу и свободу Кубани. Валентина Микшаева, Самир Гачаев, Кубань-24, Красноармейский район. Развивать соцсети и брать от учебы максимум такой совет студентам дала известная певица Зара. Артистка провела творческую встречу со студентами Краснодарского государственного института культуры. Начинающих режиссеров, актеров и музыкантов интересовало, как звезда шоу-бизнеса достигла успеха на сцене. Десятки вопросов. На них певица старалась отвечать искренне. Настоящим подарком для молодых ценителей творчества Зары стали песни, которые артистка исполнила между вопросами. Говорят, что вот нынешнее поколение потерянное. Нет, я ни в коем случае не разделяю такие мнения. Наоборот, они лучше нас, они талантливее нас. У них как будто все чакры открыты. Они готовы общаться со всем миром. Все дороги у них открыты. Певица призналась, что в таком формате перед большой аудиторией ей вздупать ранее не приходилось. Пришлось смотать, но не удочки. На Федоровском гидроузле в Абинском районе рыболовный патруль задержал любителей незаконной наживы. В реку Кубань сейчас массово зашел пеленгаз. На него и нацелились браконьеры с сетями. А ловить эту рыбу пока можно только на удочку. Тамара Симонова выяснила, какую добычу разрешат вести с собой и сколько стоит незнание законов. Рейды вдоль водоемов для госинспектора Евгения Песцова ежедневная работа. Каждую смену вместе с коллегами из Росрыболовства и казаками он патрулирует территорию Федоровского гидроузла. Группа делится на несколько частей. И все берут с собой удочки. Это отвлекающий нарушителей маневр. Издалека браконьеры не смогут вычислить инспектора и не успеют уйти. Действия всех отрядов под прикрытием и координирует Евгений Песцов. И лично объясняет задержанным, что они нарушили. Здесь постоянно запрещено место. Здесь лов рыбы круглый год запрещен. 500 метров. Там трафарет есть на заборе. После проверки вещей нарушения налицо. У каждого рыболова в сумке пеленгаз. Конечно, ловить на удочку эту рыбу можно. Не больше 5 килограммов на человека. Но только не здесь. На Федоровском гидроузле рыбалка запрещена всегда. При появлении патруля многие нарушители из добытчиков моментально превращаются в обычных зевак. Не ловю, я просто хожу. Можно подышать воздухом? На такие прогулки со спиннингами по реке Кубань выходят многие. Чтобы не заработать статью, даже с имуществом готовы расстаться. За один рейд сейчас инспекторы ловят около десятка человек. А мы первый раз сюда приехали. Говорят, что здесь ловится. На джиг ловится. Приехали, ребята ловили на джиг. А знаете, что здесь запрещено? Нет, мы оттуда пришли, там никаких табличек ничего. Мы не видели ничего. То, что рыбаки не заметили запрещающие таблички, не освобождает их от ответственности. Госинспекторы конфисковывают у всех снасти и выписывают административные штрафы до 5000 рублей. В случае крупного ущерба природе сумма может вырасти до полумиллиона. И после таких рыбаков пеленгасы зачастую отпустить назад в воду нельзя. Вот этого пеленгаса поймали запрещенным способом – багрением. Это когда рыбу резко выдергивают из воды большим крючком. От этого она получает очень сильные повреждения. У этой травма на хвосте. Если сейчас ее выпустить в воду, то она уже не выживет. За полтора месяца этого года инспекторы Азово-Кубанского госконтроля за биоресурсами уже выписали нарушителям квитанции на сумму больше полутора миллионов рублей. В реку Кубани, в реку протоком очень массово зашла такой вид рыбы, как рыба-пеленгас. Ранее такого масштабного захода этого вида рыбы не было замечено в этих водных объектах. Они попадались сюда, заходили, но не в такой массе. Но с удочками с берега рыбачат в основном любители. Бывалые браконьеры делают ставки на сети. Их словно паутины растягивают поперек реки. Патруль на лодке сразу видит, где расставлены ловушки. К примеру, для обычного человека это бутылка. Просто мусор, плывущий по воде. А для специалиста знак, что здесь может быть сеть. И обычно госинспекторы не ошибаются. Все снасти собирают, а рыбу из них выпускают. Все для того, чтобы пеленгас в большом составе вернулся обратно в море, на нерест. А в следующем году его снова можно было ждать в реках Кубани. Тамара Симонова, Михаил Власенко, Кубань-24, Абинский район. Ну а в этом году для кубанских рыбаков скорректировали дату выхода к воде. К примеру, до конца февраля придется ждать всем, кто хочет вытащить на крючке щуку. Сейчас закидывать удочки на эту рыбу нельзя в любом водоеме Краснодарского края. А вот запрет на судака вступит в силу с 15 марта и продлится до 1 мая. Сейчас нельзя ловить любую рыбу так называемым жаберным способом. То есть сразу на 4 крючка. Оставить на леске можно только один. Нарушителям грозят штрафы административные, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Самый строгий и долгий у православных христиан сегодня начался Великий пост. Продлится он 7 недель. Все это время принято отказываться от развлечений, больше времени уделять молитвам и соблюдать умеренность в пище. Не есть мясо, молочные продукты, яйца, а рыбу только в особенные дни, благовещение и вербное воскресенье. Однако священники подчеркивают, каждому необходимо учитывать свои возможности и состояние здоровья. И, конечно, не стоит путать пост с диетой. Главное – духовное течение, которое намного важнее ограничений в еде. В течение этого времени человек хочет немножко потрудиться для своей души, чтобы осветиться, покаяться в своих грехах, измениться, стать другим человеком, чтобы прийти к празднику другим человеком, покаявшимся, исповедующимся, более добрым, любящим. На это у верующих есть 48 дней, а за Великим постом последует главный христианский праздник – Пасха. В этом году она выпадает на 8 апреля. Ну а накануне вся Кубань провожала Масленицу, веселились, ели блины и прочались зимой. В одной из школ Краснодара устроили грандиозное представление, пригласили циркачей и животных. Сами ученики танцевали, исполняли русские народные песни и разыгрывали сценки. Вот такие общешкольные мероприятия, которые проводятся в нашей школе, они проводятся практически каждый месяц. Это необыкновенная марка нашей школы. Праздники, причем эти праздники с родителями одновременно, понимаете, не только дети участвуют, но и родители. Это заряд бодрости, эмоций, и детям хочется ходить в такую школу. И все это время в школьных стенах работала праздничная ярмарка. Там можно было научиться рисовать, вышивать, плести из ниток. Любой желающий мог купить поделку. Все собранные деньги пошли в помощь подопечным благотворительного фонда «Край добра». Большой праздник устроили и на Пушкинской площади. Акцию организовали совместный благотворительный фонд «Край добра» и «Сбербанк». Благодаря вот таким людям и таким праздникам, которые проходят, мы можем не только сами почувствовать это счастье, но можем и поделиться радостью с другими. С теми, для кого их самый главный праздник – это выздоровление. А всех, кто сделал пожертвования для подопечных фонда «Край добра», ждал сюрприз. Кому-то кукол дарили, кому-то леденцы, но многие выбирали бесплатную фотозону. Это факты. И вновь к теме российского инвестиционного форума возвращаемся. Напомню, «Край» подписал на деловой площадке 212 соглашений на сумму 242 миллиарда рублей. Также в Сочи инновации для сельского хозяйства презентовали молодые ученые Кубанского государственного технологического университета. Гостям Конгресса они представили готовое решение, которое позволит повысить эффективность производства растительного масла. Кроме того, специалисты вуза рассказали о новой технологии. Она позволит в различных сферах применять отходы с полей. Мы представляем спектр проектов, актуальных как для нашего региона, так и для всей России в частности. Представляем проекты в области АПК. Первый из них связан с переработкой отходов АПК, таких как рисовая шелуха, шелуха-гречихи, из которых мы получаем пустотелый наполнитель, который в дальнейшем применяется при изготовлении тротуарных плиток, бетонных блоков и так далее. В рамках форума Политех представил проект «Школа молодого предпринимателя». На базе вуза при поддержке администрации КРАИ и общественной организации «Опора России» планируется создать центр, в котором научат создавать и продвигать свои научные идеи. Они смогут получить практические знания и навыки от действующих бизнесменов, которые создали себя сами. Они смогут создать свои проекты. Мы поможем им сгенерировать проекты и воплотить их в жизни. Как служится их предпринимательская судьба, конечно же, зависит от их личного успеха и личных качеств. Но старт этому процессу мы положим у себя в университете. Чтобы воплотить проекты в жизнь, на базе университета есть все возможности. В КОПГТУ работает инжиниринговый центр и специализированные лаборатории. Круглогодичный центр семейного отдыха появится в горячем ключе. На сочинском форуме подписано инвестиционное соглашение между краевым министерством курортов, администрацией муниципалитета и руководством групп компаний АВА. Новый объект даст возможность привлечь еще больше отдыхающих. В проекте центра, экстрим-зоны, спортивные манежи, прогулочные тропы здоровья, спа-комплекс с бассейном и рестораном. Жить гости будут в корпусах с номерами бизнеса и комфорт-класса. Кроме того, инвесторы возведут и коттеджи для туристов. Общая площадь застройки больше 17 гектаров. Объем вложений составит 300 миллионов рублей. Воплотить проект в жизнь планируется за 5 лет. Главная составляющая проекта это спортивная. А также отцена будет сделана на отдыхе с семьей, с детьми. Потому что в потрясающем поколении, в здоровом потрясающем поколении мы видим будущее нашей великой страны. После ввода объекта в эксплуатацию город Курор-Горячий ключ получит дополнительные рабочие места для жителей муниципалитета. Кроме того, группа компаний будет возводить новый жилой комплекс в Сочи. Объект назвали Министерские озера и он появится в селе Раздольном. Соглашение об этом подписали администрации города Курорта и инвесторы. Сегодня холдинг является ведущим в сфере строительства и инжиниринга в нашем регионе. По темпам возведения объектов он занимает 5 место в Краснодарском крае. Сейчас работы идут на 15 площадках и на каждой предусмотрена современная инфраструктура. 250 краснодарских детишек скоро смогут зайти в группы нового детского сада. Его построят в кубанской столице с компанией Инсити. Соглашение об этом подписали на российском инвестфоруме в Сочи. Сад появится на улице Евгения Жигуленко рядом с новым ЖК. Открытие его планируют уже весной следующего года. Детский сад в этом районе ждут уже давно. Плотность заселения большая, а вот социально важных объектов недостаточно. Решить эту проблему и взялся застройщик. Игровые комнаты, актовые и спортивные залы разместятся в двухэтажном здании на площади в 4000 квадратных метров. Вокруг садика построят яркие и удобные прогулочные площадки. В планах руководства строительной компании еще и проектирование общеобразовательной школы на улице Кирилла Росинского. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов. Мы уже давно пришли к тому, что строительство социальных объектов это довольно-таки важный нюанс. И это действительно отражается и на покупательской способности, и на пожеланиях наших покупателей. Поэтому с удовольствием делаем такие проекты, в которых вкладывается не просто бизнес, а еще частичка души. Еще одно соглашение, которое застройщик заключил с руководством краевого центра, предусматривает появление нового бульвара. Там молодые деревья, аккуратные газоны, пешеходные велодорожки, места для отдыха и детские площадки. Все это организуют на улице Кирилла Росинского. Бульвар станет частью зеленой зоны, которую застройщик обустраивает рядом со своим жилым комплексом. Протяженность нового бульвара 800 метров. Сочинские коровы забили козла. Видео, на котором семеро рогатых, как будто сражаются в домино, стремительно набирает популярность в интернете. Буренки собрались за столом в одном из дворов Кудепсты, как заправские игроки. Правда, некоторым считать очки и складывать рыбу быстро наскучило. И несколько коров отправились щипать траву и общаться с поклонниками, которые выстрелились у забора. Чем завершилась партия, история умалчивает, но не исключено, что скоро в Олимпийской столице пройдет турнир для пар на копы.